Всем привет дорогие друзья! Ну что, буквально несколько часов назад американец Теренс Крофорд вновь защитил свой титул по версии WBO в полусреднем весе, победив остановкой другого американца Шона Портера. Сегодня разбираем этот поединок, вы смотрите ProBox с Вадимом Гринихом, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем, поехали! Начать этот разбор я хотел бы с того, что прогноз на этот поединок я проводил в прямом эфире, то есть во время стрима, познакомиться с ним вы можете здесь и опять же сделать выводы из того, что я сказал верно, да, а в чем ошибся. Ну, я так пробегусь по тезисам того самого стрима. Ну, во-первых, я сказал, что Крофорд будет скорее всего стремиться работать на дистанции, дистанцию он будет контролировать за счет джеба, за счет хорошего движения на ногах, будет активно встречать Шона Портера, будет пользоваться оттяжками, но что я упустил из виду, это сайдстепы прекрасные, которые работали. Также сказал, что если Крофорд станет в левшу, будет намного Портеру сложнее, потому что в этой стойке Крофорд намного опаснее. Портер же будет стремиться навязать возню на ближней и средней дистанции, будет много бросаться на Крофорда, да, и при этом каждый раз, когда он будет бросаться, будет все время стараться корпус уводить максимально вниз, для того, чтобы Крофорд не мог его контратаковать, ну и удары не были такими жесткими и эффективными. Что мы в итоге увидели с вами в бою? То есть сначала боя, да, первый раунд, и Портер сразу же как бы двинулся на Крофорда, да, то есть вошел в ближний бой и там как бы носовал свои удары. Но при этом мы с вами увидели, что Крофорд очень остр на ногах. То есть если некоторые мои подписчики писали, что я не прав, говоря о том, что у Портера ноги лучше, то я думаю, что вот в этом бою, да, в их очном противостоянии многие увидели, насколько хорош Крофорд на ногах, то есть насколько он быстр, насколько он на ногах умело контролировал дистанцию, и что самое главное, использовал сайдстепы и постоянно-постоянно закручивал своего соперника, пробивая вот этот вот право-боковой встречный, который проходил, грубо говоря, вообще весь бой, и Портер с этим ударом ничего не мог поделать. Один момент я хотел бы, наверное, упомянуть по поводу этого самого бокового, потому что он, ну, на скорости непонятно было, куда он приходится. Либо чисто в скулу, да, либо больше по затылку, но несколько было моментов, когда Портер, ну, поскольку у него ноги тоже быстрые, да, он сближался настолько быстро с Крофордом, что этот удар приходился действительно в затылочную часть, когда Крофорд его прокручивал. Если бы он делал это чуть медленнее, ну, удар приходился бы, наверное, точно в голову. При этом хочу сказать, что за весь бой, да, Крофорд не пропустил ничего такого, ну, прям вот серьезного, что могло бы его потрясти. Да, некоторые удары были, которые он пропускал, от которых он там отлетал, но при этом сказать, что он там плыл, или был потрясен, или находился в состоянии Гроги, на мой взгляд, нельзя. Из всей картинки боя я бы отдал, наверное, чисто Портеру раунда где-то два, да, вот прям чисто. Еще два у меня под вопросом, потому что там, ну, непонятно, они очень близкие, очень трудно в них определить победителя. Ну, хорошо, допустим, отдадим их тоже Шону Портеру. И на момент остановки боя у меня лидировал в бою Теренс Кроуфорд. Не знаю, как у вас, напишите свое мнение в комментариях, как вы считаете. Опять же, тоже во время стрима я говорил, что в начальных раундах Кроуфорду будет тяжело. И это действительно так и получилось. То есть он присматривался, адаптировался к своему сопернику, и на этот раз у него ушло на это чуть больше времени. Наверное, сказывается все-таки простой. Второй момент, почему все-таки случилась такая вот остановка. Ну, по большому счету, если вы посмотрите на весь рисунок боя, то все стало понятно с результатом этого боя уже в пятом раунде. Когда Кроуфорд, намеренно перекрывшись блоком, дал себя атаковать. Да, этот раунд, кстати, пятый, он ушел Шону Портеру. Потому что Кроуфорд просто стоял за блоком и принимал удары. А в конце начал бомбить уже сам. И было видно после пятого раунда, насколько Шон Портер уже устал от всей этой тягомотины. Ну и дальше, как бы вот начиная с пятого раунда, Кроуфорд активно, спокойно забирал все раунды до самой остановки. Ну и по поводу нокдаунов. То есть, вот как раз один из тех технических приемов, о котором я говорил во время стрима, это удары на оттяжки, которыми пользовался Ярдыни Сугас, которыми также мастерски пользовался Кроуфорд в бою с Каваляускусом. Этот прием он прошел. То есть, о чем я говорю. Это резкая оттяжка во время броска Шона Портера вперед. Резкая оттяжка назад за счет челночных движений, да, то есть за счет челнока. Да, и резкая контратака. В данном случае прошел левый апперкот и стойки левшие. И Шон рухнул, как подкошенный. В эпизоде со вторым нокдауном там был размен. Да, и я тоже во время стрима говорил, что Шону ни в коем случае нельзя будет во время размена взевать и пренебрегать защитой. Потому что для него это может плохо кончиться. Потому что соперник обладает, ну, гораздо более превосходящей его ударной мощью. И, собственно говоря, мы это с вами и увидели. Правый боковой дошел точно до цели. И, ну, левый там уже был на добивании. Но главный эффект был от правого бокового. И Шон рухнул тоже на конвас во второй раз. Два раза за один раунд вынуждает его отца Кенни Портера выбросить полотенце и остановить бой. По большому счету, вот мое мнение, да, шансов выиграть этот бой у Портера не было вот после пятого раунда никаких. И если бы отец дал бы сыну продолжить бой дальше, то, ну, он бы оставил бы просто лишнее здоровье в ринге, которого у боксеров, к сожалению, нету. И с каждым боем его становится все меньше и меньше. Вот такие мысли. После этого поединка, я думаю, многие из вас видели, как Эрл Спенс встал просто и вышел из зрительного зала. Поняв, что, как бы, ну, ловить с таким Терренсом Кроуфордом в бою ему абсолютно нечего. Потому что Терренс превосходит его и по ринг IQ, да, и по скорости, и по выносливости, и по мобильности. Ну, и, я думаю, что и по силе удара тоже. Потому что, все-таки, Эрл Спенс удосрочить Шона Портера не смог. А Терренс Кроуфорд это сделал. И, на мой взгляд, сделал довольно-таки легко. И испытал гораздо меньше проблем в бою с Портером, чем их испытал Эрл Спенс. Поэтому, я думаю, что Эрл в ближайшее время перейдет в 154, да, в 69,9 килограммов. И будет там пытаться что-то сделать. Вполне возможно, что если Терренсу Кроуфорду удастся договориться о бою с Эрденисом Мугасом, и он выиграет в этом поединке, и у них будет по два пояса, бой будет организовать легче. И, ну, насколько мы там знаем, проблемы с разделением гонораров, да, потому что Терренс не согласен на тот процент, который ему предлагает Эрл. То есть, если мне память не изменяет, там 25 на 75 процентов. Как думаете вы, тоже напишите свое мнение в комментариях, как думаете, выйдет ли Эрл Спенс против такого Терренса Кроуфорда. На мой взгляд, Терренс показал просто потрясающее выступление. Это действительно был, на мой взгляд, мастер-класс по боксу. Вот эти вот сайдстепы, да, эти удары на оттяжке, это просто нечто. Ну и пропуск, минимум ударов, это тоже было здорово. Вот, пишите, как вам бой. Если понравился прогноз, точнее, разбор этого поединка, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Обязательно пишите в комментариях, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся в новых выпусках. До скорой встречи. Пока. Пока.